Сейчас эта дорога похожа на одну из проселочных. Машинам с трудом удается проезжать по массе из песка и воды. Вероятность поломки автомобиля, говорят водители, не исключена. Надо все заасфальтировать и привезти в божеский вид. Ну что это, бардак, ужас. А вы часто ездите? Каждый день, туда и обратно. Состоянием дороги недовольно и большинство пешеходов. Как обычно у нас все разломает, а ничего не делает. Это уже длится много времени и ничего путем об этом не делают. И я так думаю, что она останется в таком состоянии, каком она сейчас находится. Ну это явление временное, все сделают. По информации Солнечногорского городского хозяйства, еще в апреле под дорогой вышел из строя старый канализационный коллектор. Поломку устранили, но вскоре здесь же произошел обрыв высоковольтного кабеля. Это, как говорят коммунальщики, и задержало работы по восстановлению асфальтового покрытия. Сейчас заключаем договор, готовится смертная документация по восстановлению асфальтного покрытия. И будем заключать договор на следующей неделе, устанавливать уже асфальтовое покрытие. Дмитрий Поляков не назвал точные сроки завершения ремонтных работ. Это, по его словам, зависит от привлеченных к восстановлению дорожного покрытия подрядных организаций. Продолжение следует...